Всем доброе утречко! Сегодня у меня будет распаковка василька. Вам покажу наконец-таки этот большой мешок. И сейчас покажу, что я вышиваю. У меня, кстати, вот здесь вот разбор полетов. Я вытащила все перчатки, шапки, варежки, шарфы. И сейчас это все хочу перебрать, но немножко попозже. Я сегодня просто с утра искала перчатки детские, вот такие вот. Я заказала еще степи. Я достала, просто хотела посмотреть размер. Вот этот вот размер, он на Мишу, вот этот на Никиту. Заказала похожие для степы, но фирма вот эта вот Лесси, а я заказала другие. Но как ни странно, дети вот эти вот перчатки носят реже, чем вот эти вот из фикс прайса. Они им очень нравятся, потому что они очень мягкие, теплые. Поэтому вот эти вот тоже храню. Миша сегодня тоже такие, взял с собой в садик даже. Поднимаюсь, иду с трапкой. Я вот это вот окно постоянно протираю. Вы знаете, что у нас в этом окне? У нас скапливается вот здесь вот влага. Я постоянно вот так вот протираю, хожу. И вот здесь вот тоже внизу влага скапливается. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, тут просто переход между горячим и холодным воздухом. Здесь такой же тройной стеклопакет, как везде, но нигде окна не запотевают, кроме этого окна. Так, ладно, пойдем дальше. Покажу, что вышиваю сейчас. Я пока вышиваю, смотрю пацанок. Вот, смотрите, у меня тут будет циферка единичка. И будет милейший-милейший зайчик. Такая хорошенькая. Завтра у Маргоша день рождения. Уже завтра. И мне нужно сделать сегодня футболочку вот такую вот. Для единички выбрала вот такую вот ткань для аппликации. И, между прочим, я на Васильке тоже заказала ткань. Вот как раз для этих целей. Я делаю аппликацию. И вот так вот потом вырезаю. Будет единичка в цветочек. И, между прочим, я на Васильке тоже заказала ткань. Смотрите, какая красивая зайка получилась. Рисунок это тоже делала впервые. Вообще, у меня последние недели всех рисунков, тех, которые я раньше не вышивала. Очень милая зайка. Тоже теперь у меня есть в моей коллекции рисунков. Сейчас это все поглажу. Наклею чистую изнаночку снизу. И можно будет тогда уже упаковывать. Зайчика я упаковала. Упаковываю свои изделия в прозрачную пленку, потому что мне нравится, когда человек берет, он сразу видит, что внутри, какие тут стежки, как это все вышито, что это все аккуратненько, красиво. Так вот это у меня все выглядит. Сейчас хотела бы открыть вот эту вот посылку. Огромный мешок. В нем очень много всего интересного. Во-первых, в этой посылке вот такой вот набор тканей. Здесь один килограмм. Ткань там продается на развес. Это лоскуты. Вот эти вот лоскуты мне нужны как раз таки для моей вышивки. Я сегодня вам показывала, как я вышиваю футболочки. И там для аппликации нужен маленький кусочек ткани. Вот как раз с этой целью я заказала вот такие вот лоскуты. Здесь очень-очень много различных принтов. Вот есть и в горошек, и мороженки, и цветочки. И вот такие вот со звездочками есть. Мне они все очень-очень пригодятся. Буду использовать в своей вышивке. Дальше я заказала себе полотенце. Вот такое вот серое полотенце. Я такое уже заказывала на выстрелке. Но я заказывала маленькое. У меня есть три маленьких полотенца. А на первый этаж, я поняла, кстати, что я больше пользуюсь душем, а не ванной. А на первом этаже у нас душевая в сером цвете. Вот я такое полотенце себе заказала, чтобы повесить на первый этаж, чтобы оно там висело, большое, банное. Полотенце на ощупь довольно плотное. Но я специально выбирала, чтобы плотность была, по-моему, 420 грамм на метр. В общем, ссылочки я все, естественно, оставлю в описании. Переходите, смотрите. Если есть в наличии, то ссылку я оставлю. Цвет мне очень нравится. Он такой графитовый. К нашей ванне идеально подойдет. Полотенца я заказала не одно, я заказала два полотенца. Просто там есть Узбекистан и Туркменистан. Я заказала одинаковые по толщине полотенца, но у разных производителей. Вот смотрите, они на сайте одного более цвета. Но в итоге одно потемнее, другое посветлее. Если их вешать по одному, то оно и то, и то подойдет в нашу ванну. Я сейчас второе открою, сравню по качеству. Вы знаете, вот это вот полотенце, оно помягче. Оно идет мягче, но вот это кажется потолще. Хотя сейчас посмотрю, сколько грамм на метр. А здесь не написано. Вот из них, вот это вот мягче, а вот это вот поплотнее, потолще. Оба нравятся. Не могу сказать, какой из них лучше, оба мне нравятся. Я думаю, одно будет Сергея, а другое мое. И, наверное, я все-таки возьму себе вот это вот, потому что мне больше нравится то, когда полотенце тяжелее, плотнее. Мне кажется, оно просто больше впитывает. Вот это вот темненькое полотенце, это Тушкменистан. Тушкменистан, а вот это вот посветлее и помягче, это идет Узбекистан. Здесь, кстати, рисунок больше видно. Вот здесь точно такой же рисунок, но его не так четко видно. А здесь он прям четко-четко выбит. Дальше я заказала вот такую вот пижамку. Это пижама для Миши. Это пижама очень теплая. Она из очень плотной ткани. Я забыла, если честно, как ткань это называется. Но вот она такая, с небольшим даже начосиком. А расцветку мы с Мишей вместе выбирали на сайте. Там очень-очень много различных расцветок. Все пижамы одного стиля, но расцветок очень много. И вот такую расцветку он сам себе выбрал. Еще, когда я показывала матрасы в нашей детской комнате, я упомянула о том, что мне не нравится, когда матрасы разноцветные, он просвечивается через постельное белье. И мне очень много посоветовали заказать на Васильке на матраснике. Что я и сделала. Я заказала два на матрасника. Пока два, потом, возможно, еще один закажу. Но сейчас, к сожалению, Степа до сих пор не спит на своей кровати. В общем, заказала два на матрасник. Я их постелю, и постельное белье не будет просвечивать. Вернее, матрас не будет просвечиваться через постельное белье. И будет комфортнее спать с ними. Дальше я заказала две вот такие вот простыни на резинке. У меня есть голубой комплект со слонами и голубой комплект постельного белья с дельфинами. И я говорила, что на прошлой квартире, где мы жили, там были кроватки меньше. Я просто-просто не резала пополам. И вот эти вот простыни у нас не подходят на эти детские кровати. Поэтому я заказала просто отдельно две простыни голубые. И они, мне кажется, идеально подойдут именно к тем двум комплектам. То есть наволочки у меня есть, под идеальники есть. Теперь вот до комплекта заказала в цвет простынь. Ткань очень мягкая, мне нравится, очень приятно. Я бы сама на такой спала. Может быть, даже потом себе такие простыночки закажу. Резинка здесь по всей простынке. То есть не только с уголочков, а вся-вся-вся простынка идет на резиночке. Ну и, конечно же, на Васильке я заказала носочки. Это мужские носки, еще одни мужские носки. Вот эти вот, твой стиль. Мне очень нравится. Качество и Сижгею очень нравится. Качество, он их больше всего любит. Поэтому очередной раз их заказываю. Хотела еще заказать детские носки, но, к сожалению, там закончились. Мне даже, представляете, некоторые пишут, говорят, Настя, вы заказывали на Васильке носки детские? А почему-то их там сейчас нет. Может быть, там где-то не так они ищут. Нет, на самом деле все детские носки там закончились. Но вы можете периодически проверять. Они, когда просто появляются, их очень быстро там раскупают. Так что ловите момент. Но вот эти вот пока не закончились, можете заказывать смело. Качество очень хорошее у них. Ну и самое интересное, что я ждала в этой посылке больше всего, это новое детское постельное белье. Я заказала аж три комплекта. И эти комплекты дети сами вместе со мной выбирали. Выбирали по расцветке, по рисунку. Я сейчас их разложу, вам обязательно покажу. В этот раз заказала бязь. Бязь я на Васильке уже заказывала. Как раз таки вот те комплекты, которые голубого цвета, они из бязи. Они у нас уже год прослужили и до сих пор служат. Поэтому решила все-таки в этот раз бязь заказать. Просто эти комплекты были именно самые-самые яркие на сайте. К сожалению, нет на упаковке изображения того, что будет в итоге. Поэтому я сейчас все вам разверну. Вот такой вот первый комплектик. Ну, как мои постоянные зрители могут догадаться, это для Миши. Миша у нас любит все самое яркое. И он сразу сказал, мама, это комплект для меня. В комплекте идут две наволочки. Наволочки идут на молнии. Здесь различные строительные машины. По-моему, комплект так и называется. Как-то строительные машины или что-то в этом роде. Простынка здесь идет точно такой же расцветки. Но, между прочим, вот эта вот голубая простынка здесь идеально просто впишется. Мне кажется, она даже лучше подойдет, чем оригинальная простынь. Потому что, смотрите, тут какое голубое небо. Я сейчас для примера просто приложила вот сюда вот простыночку. Сверху. Смотрите, как идеально сочетается. Разноцветная наволочка, разноцветный пододеяльник и голубая вот такая простынка. Очень красиво выглядит. Так, следующий комплект. Вот такой вот. Этот комплект уже выбрал себе Никита. С гоночными, вот с такими вот машинками веселыми. Тоже очень-очень яркий комплект. Машинки разноцветные. Наволочка также идет на молнии. Сам пододеяльник тоже идет на молнии. Очень яркие краски, очень насыщенные. Мне кажется, любой мальчик будет в восторге от такого комплекта. Очень красивая расцветка. Ну и последний комплект. Этот комплект уже Миша выбрал для Степы. Вот с такими вот милыми вертолетиками, самолетиками. Тоже очень-очень яркий. И он, кстати, тоже отлично подходит под ту голубую простынку. Качество ткани здесь очень хорошее. Это бязь, но она довольно плотная. Очень похоже на поплин. Посмотрим, как будет вести себя после стирок. Но пока мне очень нравится. Выглядит, конечно, это постельное белье на кровати очень красиво. Для мальчиков прям то, что нужно. Мне кажется, любой мальчик, что от этих самолетиков, что от строительной техники, что от гоночных машинок, будет просто в восторге. Я в этот раз с заказом очень довольна. Мне очень все понравилось. Но это еще не все. Еще заказала один комплект для себя. Домашняя одежда сейчас тоже покажу. Вот такой вот комплект домашней одежды заказала. Здесь идут уже не шортики, а вот такие вот бриджи подлиннее. Заказала 44 размер. Все-таки я люблю, когда у меня домашняя одежда свободная. Когда я увидела эту расцветку, просто не смогла устоять. Очень милая. Сразу же у меня в корзину это положилось само. И еще, кстати, заказала себе вот такие вот труселяшки. Попробую. Я сколько раз заказывала трусы на Васильке. Все-таки нет тех, которые мне бы прям понравились и которые я бы постоянно себе заказывала. Очередной раз заказываю новую модель. Попробую, посмотрю, как будет. Но трусы это все-таки такая вещь, которую я рекламировать не могу, потому что у каждого свое понятие, как должно выглядеть нижнее белье. Каждому удобно в определенном нижнем белье. Поэтому это останется за кадром. Ну что, размер 44. Мне оказался просто идеально. Мне идеально. И штаны, и эта футболка мне отлично прям сидит. Очень комфортно, очень нравится. Но вот ткань у этого комплекта, она не такая, как у всех комплектов, которые я заказывала раньше на Васильке. Вот здесь ткань, она как будто в полосочку, как будто ребристая. Очень похожа, знаете, на ткань водолазочную. Интересная ткань. Расцветка мне очень нравится. Буду теперь как конфетка ходить дома. Кстати, я обратила внимание, что на мне теперь 44 размер сидит не так свободно, как раньше. Может быть, даже скоро перейду на 46. Да, я немного поправилась, но я не беременна. Не надо писать мне в комментариях, что я беременна. Просто немножко я поправилась. Комплект очень классный. Мне даже снимать его не хочется. Наверное, буду в нем прям сегодня и ходить. Еще очень часто просят показать цены на все товары, которые я вам показываю. Вот, смотрите, цены. Вот второй листик. Постельное белье, кстати, это недорогое. Оно стоит всего лишь 1165 рублей, но это с учетом того, что оно еще идет на молнии. Знаете, что мне еще нравится в этом постельном белье? Оно вроде все разноцветное, но все с голубым оттенком, и его все можно сразу бросить в стиральную машину одновременно. Не нужно выбирать там красное, желтое, зеленое, белое. Я сейчас буду вышивать шеврон. Уже начала. Такой шеврон вообще вышивается 10 минут. Ну, может быть, 20 минут. Но человек, когда пришел в мастерскую, ему сказали приходить через 2 недели. Ну, то есть, вы можете заказать, а через 2 недели заказ его забрать. У меня тоже очень большая очередь на вышивку, но вот такие вот мелочи, которые быстро вышиваются, я обычно беру без очереди. Так что сегодня у нас будут гости. Вернее, гости уже внизу. Но я пока сейчас вышиваю шеврон, а потом покажу, кто у нас в гостях. Особо внимательные зрители, мне кажется, уже догадались, кто это. Помощник ко мне пришел. Ты помогать пришел, да? Ну, расскажи, кто там в гости пришел. Кто там внизу в гости к нам пришел? Расскажи к папе, кто ему, кто в гости пришел. Тетя? Дядя? Кто там внизу? Дядя. Дядя, да? Дядя. 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 Высокий? Тетя? Да. Ты тебя обманываешь. Да, да. Дядя. А высокий или низкий? Большой или маленький? Низкий. Низкий? Дядя большой? Пришел. Маленький. Маленький? Маленький, дядя. Так, а вот и Аркадий. Вот. Как дела? Показываю Аркадию, какую я прическу хочу. Вот это парень, с которым я работал еще в МТС. Но у него раньше... Сергей хочет длинные волосы себе, поэтому отращивает. Ну, да, есть эти волосы. Ну, вот он у него учится, да. Как бы такие же, но... Он немного оброс сейчас, но я сразу только длинный хочу. В общем, еще чуть-чуть подлиннее, да? Будет нормально. Мишулька с садиком пришел. Мишуль, ты мне расскажи, ты подарок подарил Маше? Угу. Да? Да. Она мне поделку из пластина. Да? Угу. Покажешь? Угу. Покажи. Угу. Что там у тебя? Вот такая вот поделочка. Поделка? Да. Она там с проволочкой, я смотрю, да? Да. Ничего себе. Иголка. Это, наверное, браслетик был. Да. А что это такое? Поделка из пластилина. А что это такое? Не знаю. Ты мой хороший. Сейчас придумает, да? Молодец. Все, Аркадий уже уходит. Быстренько. Ты конфеты попробовал? Я на видео не снял. Попробовал? Понравилось, нет? Я его не стал бы покупать. Ну, это только, я говорю, друзья, разыгрывать. Я пока там вышивала. Отличные конфеты. Отличные? Лакричные. Если, может, там с детства едят, конечно, они ненормальные. Я вам в Триал заходил. Не, я тоже выплюнула. Вот Аркадий купил спальный мешок какой-то себе. Похваскиваешься? Это в Триал спорте? Да, ну, мне в это, в части спать. А-а-а. Короче, Аркадий на новую работу устроился. Можно его поздравить. В части будет спать теперь. Работа такая. Ну, чтобы бассейн не расселивать, у нас скинут. У меня спросил я в Триал. Не хожу с ними куда-то. Ничего, отлично будет свой. Пока. Мы сегодня на ужин доедаем остатки вчерашнего праздничного стола. Кстати, вот этот сыр Миша заценил. Ему очень понравилась эта обычная бринза. Раньше он ее не ел и даже отказывался пробовать. А сейчас попробую. Говорит, похоже на соленое мороженое. Вот. Картошечка тут еще у нас осталась под сыром. И салатик вот. Доедаем тоже. Я в него добавила майонез, потому что так у нас он лучше уходит. И добавила еще очень много помидор. На мамином плаще. Плащ надо сбыть целиком. Возьми вишневый мамин плащ и кружку с молоком. Не, а куру, а ты молоко появится. Теперь, чтобы не было пятна на мамином плаще. Вот. Все. А это? Все. Миша проверяется. Все ли я прочитал? Да, все прочитал. Да, я. Я прочитал. Вот это, говорит, читай. Две книжки тебе еще принес. Видишь? Вот эти, говорит, читай. Слишком короткие книжки. Виноград. Малина. Плащ. Аккуратно с окна плащ появится пятно. Теперь, чтобы не было пятна. Я эту книжку в детстве читал в соляшке. Это книжка твоего детства. Это нам твоя мама и передавала. Григорий Остров. Вредные советы. Здесь иллюстрации классные. Все, спать ложимся. Не, не спать, парень. Вот я тебе читаю. Вот это прочитаю? Да. Ты мой деловой. Ну давай, один раз прочитаем еще твои книжки. Груша. Степ. Груша. Яба. Яба, яба. Яба, яба. Молодец какой. Это что, Степ? Апельсин. Грусин. Да. Лимон. 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 Два. Вишня. Вишня. Да. Земляника. Лимон. Правильно. Малина. Малина. Лимон. Ну ты смотри сюда. Смотри сюда. Да ты молодец. Виноград. Длинное слово, да? Гагат. Ну все, все устал. Все? Почитали? Пойдем, Степочка, спать. Малыш. 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 Малыш.